Стройбетон производит все марки товарного бетона и строго по ГОСТу. Иллинская Слободка, 42. Разговор о премии Нашей Подмосковью продолжаем в студии уже с гостем. Сегодня это координатор конкурса премии губернатора Нашей Подмосковью в Клину, Павел Плеснин. Павел, добрый вечер. Здравствуйте. Действительно, мы не раз рассказывали о клинских соискателях губернаторской премии, но все-таки вы, как координатор, активно клинчане принимают участие в этом конкурсе, в этом году? У нас еще практически неделя до завершения конкурса, а на сайте целых 705 проектов, которые подали наши клинчане, а это как минимум уже на один больше, чем в прошлом году. Есть положительная тенденция, когда наши активисты, наши общественники подают все больше и больше проектов, а это значит, что доверие к самой премии растет. А по сравнению с другими муниципалитетами есть какой-то рейтинг? Мы здесь на каком уровне по активности? Сложно общество как-то рейтинговать, но тем не менее на сайте можно легко увидеть количество подных проектов от любого города, и Клинский муниципальный район здесь находится на седьмой позиции. Ну вот осталось действительно буквально несколько дней, а сейчас должно, как всегда это бывает в последний момент, все начнут подавать. У вас работа в вашем отделе, наверное, активизируется в связи с этим? Действительно, в последние, как правило, две недели на сайт премии подается целый шквал на самом-то деле этих проектов, и Клинский район здесь не исключение. Очень много звонков, очень много просьб о помощи, соответственно, о содействии в подаче этих проектов. Только сегодня было отправлено несколько проектов через наш отдел, поэтому люди очень много обращаются и часто. И вы, мы знаем, и на улицах города выходите помочь, и в кабинете принимаете. Вот в последние дни вы снова откроете информпалатку в городе? Для чего и где? Действительно, существует график во всей Московской области, когда мы на улицах города открываем специальные пункты приема заявок, ну или оказание, соответственно, информационной помощи людям, которые сами могут отправить, но не хватает, может быть, каких-то знаний о премии, там, о положении премии, так и тому подобное. Для чего, соответственно, с 29 по 31 июля рядом с магазином Петровский на привокзальной площади будет вновь открыт наш пункт в нашей палатке, в нашей Подмосковье. С 14.00 до 18.00 каждый клинчанин может подойти, получить консультацию, либо на месте отправить проект. А вот, знаете, те, кто подавали заявки и к нам обращаются в редакцию на самом сайте, нашеподмосковье.рф, есть возможность голосовать за проекты. Вот это для чего и как проголосовать за понравившиеся проекты, кто это может сделать и когда? Мы фиксируем очень много, на самом деле, обращений именно на эту тематику. Все спрашивают о том, как голосовать. Многие не могут привлечь, к примеру, своих родственников для голосования за проекты. Я объясню, почему. Дело все в том, что голосовать могут только соискатели. Только тот человек, который сам является автором какого-либо проекта и подал его на премию, может проголосовать за какой-либо другой проект. А это как-то учитывается? Потом за это дается отдельная премия или жюри конкурса это все учитывает? Жюри конкурса учитывает все это голосование при рассмотрении всех проектов. Проектов очень много, поэтому жюри привлекает помощников среди общественных палат Московской области. Очень много людей задействовано в рамках проверки всех проектов, потому что необходимо выбрать, хоть это и сложно сделать лучших из лучших, но тем не менее ежегодно все новые лица становятся победителями этой премии. А вот когда закончится прием заявок, следующая процедура, это так называемая защита своего проекта. Будет ли она проходить в Клину? Для чего нужна? И кто в ней должен участвовать? Все соискатели, которые от Клина подали свои заявки? В прошлом году было введено некое вношество, это предварительная защита проектов. В этом году это некий обязательный пункт для всех соискателей. Во второй декаде августа в Клинском муниципальном районе будет проходить защита проектов. Мы, соответственно, обзвоним всех соискателей, направим им письма на их почту, поэтому просим быть внимательны и брать телефонные трубки, чтобы потом не получилось, что кто-то не дойдет. Очень важно прийти на эту предварительную защиту, тем более основная ее цель – это подтверждение реальности своего проекта. Потому что сама по себе премия весьма демократична, она требует лишь только описания в анкете и отправления фотографий проекта. Вот для того, чтобы люди не могли воспользоваться, может быть, какими-то мероприятиями других, соответственно, активистов, сделана эта предварительная защита, где каждый может прийти и перед, соответственно, жюри защитить свой проект и рассказать о нем. И когда назовут имена победителей? Ну, не так уж и много времени осталось. 4 ноября мы по традиции узнаем, собственно говоря, список тех счастливых победителей, которые, соответственно, в этом году станут лауреатами нашей премии. Будем надеяться, что клинчан среди этих трех тысяч победителей окажется достаточно много. Да, будем надеяться. Спасибо, Павел, что были в нашей студии. Всего вам доброго.